ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Танго гадиной, выпалшей из бардака. До самой Второй мировой танцевать танго в родной ему Аргентине было по меньшей мере неприлично. Грасиэла Гонзалес родилась в Буэнос-Айресе в районе Буэдо, одном из самых танговых кварталов столицы. Тогда танго был уже везде, по радио, на улице, в воздухе. В ее доме устраивали соревнования по угадыванию танго с первых аккордов, а ее отец был завсегдатаем танцплощадок. Грасиэла училась у старых учителей, но больше всего она хотела станцевать со своим отцом. Этот танец так никогда и не состоялся. Я успела познакомиться с великими людьми, а главное, я училась у своего отца. Эти мужчины жили и живут особой жизнью. Они встают утром, идут на работу, потом танцуют всю ночь напролет и без сна идут опять на работу. И так может продолжаться по нескольку дней. Они не танцуют танго, они дышат им. Они – это танго, а танго – это они. Как попасть в мир этих мужчин, не задев их авторитета? Я ждала, когда мне откроют дверь и предложат войти. Аргентинская танго построена на импровизации. Несколько десятков основных фигур, имеющих в основе простые шаги, повороты и паузы. Но принципиально различные движения партнеров, абсолютная спонтанность плюс тесные объятия сделали бы танец совершенно невозможным, если бы ни одно условие. Мужчина ведет. Когда мне было 14, я ушел из дома. Я кочевал без копейки в кармане и не думал вперед дальше, чем на три минуты. Женился рано, потом развелся. И когда мне было 28, влюбился в одну танцовщицу в городском театре. А она меня бросила. И тогда я начал танцевать. Я перебрался на окраины Буэнос-Айреса. Я искал ответы на главные вопросы. Паулу был одинок, а танго – танец одиноких. Танец чужих людей в больших городах. Говорить им незачем. Опытная женщина в вопросах не задает. А настоящий мужчина предпочитает помалкивать. Ведь кроме площадной ругани он обычно ничего не знает. Мужчина ведет женщину. Не руками и даже не телом. А одним лишь желанием, энергией и намерения. Танец состоится только если его намерение будет четким и ясным. Если он будет каждую отдельную секунду уверен в том, куда идет и что делает. Женщину, которая танцует, не обманешь. Она всегда знает, чего больше в желании мужчины. Доставит ли удовольствие ей или сделать приятно себе. Тот же принцип, впрочем, работает и в обратную сторону. Счастье – это дать женщине ту свободу, которую она заслуживает. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Грасиеллой. Танцуя с ней, я не испытываю чувства вины, потому что она умеет сполна взять ту свободу, которую я ей даю. Танец с такими женщинами вызывает состояние, которое трудно описать. Тогда приходит Бог. Это просветление длиною в три минуты. Это состояние здесь и сейчас, без прошлого и без будущего. Во время танца я говорю правду, единственную возможную на тот момент. И себе, и людям, которые меня окружают. Пауру с Грасиеллой путешествуют по миру, преподавая танго. У них множество учеников в самых разных странах мира. И нет в Аргентине ни одной уважающей себя танцовщицы, которая не изучала бы когда-либо основы женской пластики у Грасиеллы Гонзалес. Вы должны представить себе, что через ваше тело проходит труба. Она начинается во влагалище, проходит снизу вверх и выходит на макушку. Из этой трубы бьет фонтанчик воды и попадает на голову мужчине. Чтобы дать понять, что в танце чувствует их партнерша, Пауло Араухо танцует со своими учениками женскую партию. Обучая мужчину танцевать, Пауло чувствует, что плетет заговор против женщины. Может быть, об этом преступлении в стихах Хорхе Луи Борхеса, уроженца Буэнос-Айреса и ровесника танго. Уходит мифология кинжалов, забвенье затуманивает лица. Песня о деяниях жухнет и пылится, став достоянием сыскных анналов. Но есть другой костер, другая роза, чьи угли обжигают и поныне, Тех черт неутоленную гордыней и тех ножей безмолвную угрозой. Ножом врага или другую сталью годами вы повержены безстрастно. Но ни годам, ни смерти не подвластны, прибудут в танго те, кто прахом стали. Мелонга в Тель-Авиве и Мелонга в Буэнос-Айресе. Все говорят на одном языке, но на столь разные темы. Невзрачные с яркими, большие с маленькими. В парах говорят о чем-то очень-очень конкретном, не раскрывая ртов, сосредоточенно закрыв глаза, идя на запах, на желание, мимо мысли. Один ведет рассказ, но с великой любовью дает в нем место второму, ибо без второго его рассказу просто не родиться. Никто третий не в состоянии даже примерно понять, о чем они говорят. Но всегда расходясь, двое тихо улыбаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова